Предыстория к этому видео. Перед поездкой на Ленин я побывал на Ужбе, где немного поломался, и поэтому, честно говоря, мне было немного недосъемок. Я снимал, как получалось, что-то на телефон, что-то на GoPro и смонтировал, собственно, то, что было. Поездка была классная, и не выложить этот материал я не мог. Так, ну что, всем привет. Мы прибыли в базовый лагерь Пик Ленина. Поляновый этаж. Вон он. Гигант наш ждет, стоит. Все хорошо. Начинаем акклиматизацию. Так, ну, вышли на плечо Петровского. Вон он, сам пик. Акклиматизация, первый выход. Все довольны. Сейчас мы идем вниз. Продолжение следует... Диагог youtuber. Продолжение следует... Диагог. Продолжение следует... Вот так у нас Происходят Самые Короче полезно когда есть хорошие друзья Вот повредил лапку А говорю Андрюха Донеси ящик пива А Андрюха берет и несет Старается Сейчас через реку пойдет Суровые Гиды FMGA Это вам Не хухры-мухры Понимаете Ленин И он Андрюха Шерп Полощит штаны Но пива не бросает Красавчик А тут вот Видно Ленина Так ну собственно Чтобы все счастливые лица Увидеть Я так лег Вот сейчас будет Ну прибыли на Луковую Серега там Погрузился Парни готовы Идем Первый лагерь В марсианской тропе Казак Прилял волос Через пудро Прилуклон непростой Сейчас стараюсь Теперь снимай Ледорубом Так ну что достал наконец-то GoPro Мы в первом лагере Под пиком Ленина Вот наша Грозная толпа Идем Туда На Пикюхино На климатизацию Всем привет Особенно Владимиру Котляру Который сейчас Лохматит С Клоды К2 Вовка привет Держись Мы за тебя кулаки держим Давай Так ну что поднялись На Пикюхино За 2 часа 30 минут Все свежебодры Веселы Все вещают По чуть-чуть Тут Ну собственно Вон Ленин Продолжение следует... Вот как нужно праздновать Юбилей Саша Празднует юбилей На пятитысячнике На Пике Юхино На Памире И бегом вниз Вот господа Так ну вот Под пиком Ленина Проводим ледовые занятия Жека А мы с Жекой Пойдем Перила вешать Наши самые резвые парни Так шаримся Тут с Евгением По ледникам Ищем Для участников Хороший склон Наши бойцы Там тренируются Внизу А мы Идем Идем Тут в общем Ну может и здесь Походим Походим Как Вовка Котляр Вот так вот Уходим Рассказываем Привет 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 Вовка Вовка Волохматит К2 А мы ходим Тут Вещаем Вещаем Серега Тут Объясняет Тренировка Полным ходом Вот так вот Делишь Вот так вот Держишь И потихоньку Уни Ну Паспас Работает И главное Пока вы не разгрузите Жумар Это на самом деле Просто очень Простое объяснение Если в пулке Напрягаешь Вот длину Видите Он отрегулировал Себе правильную Длину под ногу Если он ее задерет Вот так Он будет себя толкать Жопу туда А ему надо Толчок вверх делать Перенес нагрузку Ложимар И Передвинул Выше И вот таким Макаром Выползаешь До верха Трещины В этом году На Ленина вот так Такие перила И вот такие переходы Мне unten Далее Все Хочет Редактор Макаром Телек Открой Трещины Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, туман в красивых видах не покажем, но перила на Ленина в этом году стали интереснее. Ничего прям супер страшного, но народ бодрит. Народ бодрит, кусочек градусов там, не знаю, 85, дальше рост. В общем, тренируйте жумар и лазанье, не позвольтесь. Ну, пацаны тренировались и нормально лезут. Давай-давай-давай. Жумар, давай-давай, красавчик. Давай-давай-давай, опа. Еще, снизу, снизу бери. Снизу за веревку. За веревку снизу возьми, под жумаром. Под жумаром. Под. Дать. Тяни. О, все, все, расслабься. Вы прямой ноги. Все, отвезли на жумаре. Все, молодец. Теперь его тяни. Вот то, экшен. За ногу его хватай. Во, 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 красавчик. Давай-давай-давай. Руку-руку под жумаром. Да. Давай. Не, не спустя. Под, под жумаром, давай-давай, двигай жумар. Да нет, под верись, ты что? Все, повисни на жумаре. Понял? Вот палатки у нас, все, короче. На 5300, на косой. За троиху, за троиху. Так что вы не переживайте, мы работаем, мы не отдыхаем. Подходим ко второму лагерю. И вот задуло. Стало намного свежее. Вот она сковородка, которую все слышали. Вот наша правая команда. Впереди еще половина нашей команды. Здесь где литопад стоял старый лагерь. Известный. Печально. А вон дальше, вверху, теперь лагерь стоит под скальной стеной. И третий лагерь вверху. На вот этой шапке. Идем, идем, идем. Так, ну что, идем по сковородке. Поймал интернет. Ошка 4G. У нас тут трещины. Размамили такие. По сковородке, вон пацаны. Так что, прогресс продвигает обзор альпинизма. Расширяет понимание, как происходят альпинистские восхождения. Ну, я этому рад. Потому что, когда я начинал ходить в горы, я искал видео, которые показали бы мне путь, маршрут. Как-то подробно, интересно. Вот. Надеюсь, кому-то это тоже будет полезно, в первую очередь. Ну и снимем еще такое видео. Подход ко второму лагерю. На леднике возможности сделать это нет. Потому что туман. Вот. А так, второй лагерь. Вот здесь старый лагерь стоял, печально известный. Вот он, второй лагерь. Подъем на третий проходит на 5600, 5800. И сюда на 6100. Так, ну, пришли на 5800. Видимость у нас есть. Вот подъем на третий. Третий лагерь. Игорь Ленина. Седло. 6400, 6500. Нож. За куполом вершина. Наша веселая банда. Так, 5800. Ла-бла-бла. Вон там третий лагерь. И сейчас. Во. Вот наша веселая компания. Стоит, фоткается. Погодка. Тепло. Аплодисменты. Тепло. Тепло, хорошо. Ну, собственно. Выходим в лагерь 3. Вон. Ноги. 3. 6100. Время, вернее, 6400. Нож. Тепло. Ну и. Так, ну что, всем привет С третьего лагеря пика Ленина 6100, здесь работает Интернет, 4G За мной пик Раздельная Пик Дзержинского Таджикистан Ну и собственно Пик Ленина 6400 И вон туда Туда на вершину Ну и лагерь У нас свежо Ну, ночуем Третий первому Я сейчас Соединение вагонов И ты Постучи в этот Открывайте Кто в хате старший Вы приготовите все Вы же старые Дима, Никитя, Дима, Никитя А ну дай их сниму пока Дима, Дима, Дима Ваду Ребят, смотри Хорошо Хорошо высотой Вот такие у нас погулы на спуске Идем по сковородке Идем по сковородке Вот такие вот Разломы Разломы И перила В этом году Перила на Ленина Стали Более интересным Вот кусочек Как будто мы свою Красную провесили Вот Чтобы пролетать сразу Без перещёлкивания Вот так поинтереснее стало Вот так поинтереснее стало Можем Добавить ваш чай Нет Солнце Я в общем Желаю тебе Всегда быть рядом со мной И всё Дём рождения Поздравляем 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 Урау Так, ну вот Взлёт на третий лагерь Парни Уверенно Идут Гонка улиток На 6 100 почти Жёлтый Вырывается вперёд Он думает Что чёрный Ползёт за ним Но чёрный Приостановился Он этого не знает Он изо всех сил Ползёт Но Сейчас он остановится И чёрный Будет думать Что он его догонит И они смотрят Друг на друга Вроде дистанция Сократилась И он думает Он не сдохнет Чёрт Он опять идёт А чёрный Думает Гад Он опять не сдох Он идёт И вот так Мы идём На 6 100 6 100 Мы пришли Погоня улиток Из последних сил Жёлтый Пересекает Финишную Он первый Дополз Дополз Сюда Второй Чёрный Матеря Жёлтого За то Что он Не останавливался И не устал И третий Серый По прозвищу Самурай Вот так Господа 6 100 Пик Ленин Ух Раздельная Пик Раздельная Вот Ленин За спиной Так Алайская Долина И вот Сейчас я Потихонечку В Таджикистан Поворачиваю Вот он Сейчас на фронталку Сниму После первого Акклиматизационного Выхода На 6100 Третий Лагерь Часть группы Приняли решение Остаться внизу Александр Янис И Артур Не очень хорошо Себе чувствовали И решили Попробовать Вершину В другой раз В штурмовой Группе Остался Юрий Захраб И Сергей Пик Ленин Это гора встреч И мы На третьем Лагере Встретили Нашего хорошего Друга Андрея Ерохина Который Вместе с Элимом Собирались Также Идти на вершину В один день С нами Идти на вершину Идти на вершину Идти на вершину Ветерок У нас завтра Чуть повыше Чем сегодня Сегодня Вот это движуха Грузинская Грузинская аджика Грузинская аджика Утром Серьезное совещание, привет. Лекарство, ну я где-то за месяца три стал. Надо найти, о какие нашивки. Ну вот, наверное. А сейчас проверим, чем там занимается Ерохин. Андрюша, Андрюша вон лежит. И я тебя приветствую. Пузом греет этот, пауэрбанк пузом заряжает. Хорошие шветы на Ленина. Ну, привет с пига Ленина. Выходим на 6800. Вот такая фанорама. Коммунизм Корженева вдалеке. Ну что, северная стена пика Ленина. Наконец-то я сюда подошел. Вон там Аркино. Туда вершина. Алайская долина. Это нереально. Вон коммунизм Корженева. И северная стена пика Ленина. Вот она. Вот он Аркин. Скалы Липкина. Туда вершина. Вот она Алайская долина. В Корженева. Вдалеке. Вон он есть в Памир. Ну что, моноплата. Вон парни. Вот тут. Вот такая панорама. Памира и Алая. Бойцы. Вышел такой на пике Ленина себе. На 7 тысячах. Прошел три холма. Думаешь, во, за ними вершина. А нифига. Там еще штук пять. Чтоб не расслаблялись. Так, господа. Ну вот она финишная прямая. И маленькая история. В прошлом году группа Григория Кочеткова установила на вершине крест. Вот он. Цель и мотивы скажем так непонятны. Ну, скажем так. Пик Ленина, да. Человек, который был атеистом. И вершина расположенная на границе двух мусульманских государств. Ну, в общем, мы оставим это на усмотрение тех, кто поставил. Но, зато теперь вершину видно. Вот торчит крестьяра здоровый. Теперь понятно. Вот он, прям возле Ильича. Ильич бедный там бледнеет. Наверное, чернее, темнее там. Короче, поглумились над ним знатно. Но вершину видно. Так, ну что? Юра вот выходит на вершину первого семитысячника Пик Ленина или Абуй Бенсины. 7134 метра. Парни уже нас здесь ждут. Ура! Серега на вершине. Сторг на вершине. Пацаны из Сочи так и вышли. Молодцы! Ну что? Ильич, где Калинина? Так, ну что? Всем привет с вершины Пика Ленина. У нас какой сегодня? 16 июля. 7134 метра зашли четвером хорошими видами за 10 часов с хвостиком. Мы зашли, а ребята, вы сколько там у нас? 9 с копейками. Ну что, всем привет с Памира. Гора в этом сезоне для нас открыта. Ура! А ты же что-то выгружал, да? Ага. Вершина Пика Ленина. ура! Ребята, это Памир, Таджикистан. А мы идем как раз по границе в Кыргызстане после восхождения успешного на вершину Пика Ленина или, как еще и называют, Абуй Бунсины. Наша команда. Остались самые крепкие. К сожалению, высота штука коварная. И никто не знает, как поведет организм себя. Ну, все равно здорово, что мы поднялись в такой прекрасный день. Сейчас с вами был Андрюха Ирохин и Лим с Гороев тоже. Интересный набор чувств накатывает на спуске с вершины. Это какая-то смесь ностальгии с какой-то философией. Ты понимаешь, что ты уже не первый раз на этой вершине. Ты думаешь, что будет дальше, какой следующий шаг. Ты смотришь на впереди стоящие вершины, часть которых тебе немного знакома и думаешь, что же дальше. Ты поворачиваешься, вспоминаешь, как сам впервые заходил на эту вершину. Понимаешь, разделяешь усталость и радость ребят, которые спускаются со своего первого семитысячника. И ты по-своему горд за них, что они это сделали и думаешь, как это повлияет дальше на их жизнь, что они сделают дальше. На что это сможет их вдохновить? Ведь именно вдохновение вместе с желанием открыть для себя новый горизонт и когда-то толкнуло Колумба отправиться в путь, а Эдмунда Хиллари подняться на самую высокую вершину планеты Джамалунгму. Так, ну вот речка. Вторая половина дня. Переходить ее сложно, поэтому есть путь через ледник и на сыпуху. Сори, не хочет, ну, а, нашел дыр. Луковая поляна на 3 800 вот он господа лук по-мирски. вам источник. Источник. Продолжение следует... ... Редактор субтитров